привет ребята это исследователь вот я снова тут хочу рассказать про замену труб с горячей водой это как я понимаю на отопление горячую воду поставляет зимой отопление летом только горячая вода это компания теплосеть по моему на петербурге невограде котельная пролежит топливогенерирующей компании тбк-1 по моему это организации монопольные поэтому они могут устанавливать любую цену что и делают то есть вот цена на горячую воду отопления она ничем не обоснована нет конкуренции она ну завышены как минимум в 10 раз то есть кубометр по моему 85 рублей стоит значит он наверно 8 рублей стоит фиг знает пока конкуренции нет ничего не определишь что делают эти уроды они выставили трубу на улицу она год здесь на улице это и весна и осень когда холодно отапливает улицу выплатить за отопление улице я снимал уже много роликов но настоящих сми здесь нету то есть говненых вот этих сми которые с бюджета деньги получают их нету они должны были приехать и сказать а как же миллиарды рублей ты зачем улицу отапливают если им нужно было поменять трубу они должны были сразу выкопать тени месяца землю закопать нормальной изоляции сделать но здесь очень долго это просто улицу отапливает я уже снимал несколько роликов поищите теплосети тгк отапливания улицы это постоянно происходит сейчас было ли это сейчас уже осень холодно 0 минус 2 они видите приступили к работе по которая на улице сейчас труба с тонкой изоляции естественно там огромные потери они в землю закапывают но как видите по вечерам они не работают хотя представляете какие огромные потери то есть нужно срочно чтобы чтобы люди не теряли бы деньги но какая разница рабы за все заплатят пускай идут потери идут идут рабы платят поэтому они кое-как немножко днем работают трубу вроде они неплохую прикрыли притащили в пластиковой такой изоляции фиг знает может быть опять они технологии нарушат и прорвет в местах соединений как я понимаю трубы прорывает никто толком не контролирует они работают связки с чиновниками также устанавливают эти вот огромные тарифы тут ничего не сделаешь такая вот структура государства она не испортилась но но всегда таким было просто у него было некоторое время для гниения но гнило гнило сейчас развалилась я считаю просто просто ужасно здесь нет смысла ничего делать не работать не трудиться не за что-то платить просто есть бесправные люди рабы и бандиты им компании принадлежащие и вот эти вот частности которые тепло людям продают люди считают что ну да ладно заплачу хотя уже многие квартплаты равны просто пенсия пенсия 10 тысяч легко может быть корма 3 10 тысяч и больше эти псевдо сми шлюхи государства они не работают здесь я никогда их не замечал они не появятся потому что они подконтрольны чиновникам бандитам которые людей грабят люди молчат потому что основном либо задурманены либо либо участвуют разворовывания кстати вот говорят там сидят в кафе люди и не так их прижало но так они просто других людей грабят из бедняки есть там средний классами просто грабят хотя уже и доходит и до среднего класса поэтому тут жалеть некого народ самый есть предатель своей страны пропаганда свое дело сделала она заодно пропаганда и страну уничтожила чем отвлекся я типа сети но тут все связано как бы это единая такая система они в огромные цены за тепло вставляют вам и потому что позволяет система если у вас были какие-то права насчет тарифа поговорить под ускорить их куда-то пожаловаться но ничего этого нету оплатить уже мне кажется уже невозможно за это за все платить просто но отопление улицы это происходит не только здесь я видел во многих местах города просто улица отапливается это огромные потери и на самом деле они все трубы в основном в хлам то что они меняют это ничего не помогает износ огромной инфраструктуры это течь компании которые обслуживают трубы и котельные они осуществляют диверсию есть уголовная статья диверсия вот они это и осуществляют пока что некому наказывать я буду выполнять роль отсутствующих средств массовой информации это был исследователь истинная сми подписывайтесь вы бороться покажи вы пока